здравствуйте уважаемые зрители приветствую вас на канале для филателистов и нумизматов римская оценка сегодня у меня ролик для филателистов ролик тематический у меня на канале уже вышло несколько серий про почтовые марки стран европы которые в годы второй мировой войны активно воевали на стороне гитлеровской германии потом они более 45 лет вели себя как страны социалистического лагеря а последние 30 лет клянут и гитлера и социализм найдя себе какую-то новую идею вот я же хочу рассказать именно про те события которые сейчас свободному миру англосаксонской версии правления не принято вспоминать но на марках 80-летней давности эта информация все-таки сохранилось немного истории из американской википедии в 1938 году словакия при поддержке гитлера вышла из состава чехословакии в день когда вермахт оккупировал чехию бывшие сограждане в словакии объявили днем независимости 1 сентября 1939 года словакия оказалась единственным государством которое в союзе с германией напала на польшу при этом она выставила армию более 50 тысяч человек 23 июня 1941 года словакия объявила войну ссср в современной словакии ряд историков мечианик лацко оправдывают это тем что словакия вступила в войну в ответ на в кавычках агрессивные захватнические планы ссср хотя никаких планов агрессии ссср против словакии не найденный по сей день словацкий корпус генерала чатлыша в составе 17 немецкой армии составил более 90 тысяч солдат эти прихвостни гитлера орудовали на юге украины на побережье азовского моря боролись с партизанами под житомиром и под минском после многочисленных фактов подкупа продажи оружия документов массового дезертирства словацкие части перебросили в италию румынию венгрию и переименовали в техническую дивизию которые использовали как стройбат последний словацкий полк сс попал в окружении в будапеште где был демилитаризован и где нацифицирован красной армии вот а теперь о марках сейчас я уберу каталог старый каталог и мы посмотрим вот эти серии вроде бы все ярко видно 28 июля 1943 года увидела свет мало тиражная серия из трех марок вот этих марки почтово благотворительные в пользу армии нумерация по михелью 129 130 и 131 вот я тут указал тиражи всего по 260 тысяч экземпляров это фото гравюры с линейной перфорации и водяными знаками номер 129 темно-коричневый кармин номинал 70 геллеров плюс две кроны мы видим четырех словацких пехотинцев в окопе два из них целятся один кидает гранату номер 130 черно-синяя мы видим суровое лицо словацкого летчика шлемофоне на фоне идущего воздушного боя вот номинал 1 крона 30 геллеров плюс две кроны пользу армии вот номер 131 артиллерийский расчет вот марка цвета темные маслины артиллеристы стреляют на фоне боевой работы танка номинал две кроны за почту и две кроны в пользу армии вот и рядом вы можете увидеть тоже вот полную серию она меня пор блоках серия 1942 года вот она включает в себя три марки с единым как вы видите рисунком вот отличается только цветами и номиналом как большинство марок того времени по каталогу михель нумерация от 102 до 104 марки с водяными знаками фотографюра вот гребенка 14 серия посвящается европейскому почтовому конгрессу почему я захотел ее показать в этом контексте тут обратите внимание гербы государств участников вот видите герб словакии вторым идет герб фашистской германии дальше фашистской хорватии знакомые все лица вот еще мы видим над гербами этих фашистских государств изобразили голубя мира а еще изобразили собор святого стефана и дата 12 октября 1942 год как вам голубь мира над фашистской свастикой это ли не лицемерие хотела показать когда я увидел вот этого голубя мира над свастикой мне вдруг стало понятно что для жителей стран зараженных нацизмом он считается нормальным явлением но с одним условием это продолжается ровно до тех пор пока к ним не придет ответка как сейчас стало модным это говорить и тут начинаются крокодилье слезы и искреннее непонимание того почему война вернулась к ним бумерангом ничего с тех далеких лет не изменилось в этом же контексте я хотел показать вам еще пару интересных предметов которые мне пришли по почте но уже современных и даже очень свежих такая вот марка днр обратите внимание на фоне на фоне шеврона террористического воинского подразделения азов которая там орудовала в мариуполе до этой современной истории мы видим закат нацизма надпись букву z это выпускает почту днр вот удалось достать урвать купить так дальше такая вот открытка завод азов сталь там где их прижали и выкуривали вот тираж 2000 штук официальная открытка никакая полиграфия простая там эти почта донбасса и вот такой вот как максимум это марка которую показывал на открытке и первый день донецк 1 где нацификация вот удалось купить потому что все что связано с войной всю современную филателлию расхватывают просто за 2 секунды а потом так задирают цену что не подступится вот такая вот история надеюсь вам понравилось у меня на сегодня все вот я традиционно уже желаю вам ярких коллекций и редких экземпляров будьте любознательны и до новых встреч